всем привет привет всем отличная неделя как ваше настроение как вы поживаете не знаю что нам нравится когда я в хорошем состоянии настроение я его вам хочу передать так сегодня мы с вами смотрим расклад что вам на самом деле не достает что же вам не хватает что вам не хватает для счастья да вообще что вам не хватает лишь на хочешь сказать на счастье на самом деле смотреть будем на классике на моей любимой тару артурой то и помолы смит такая знаете я очень люблю эту колоду не знаю почему с первого момента вот во всей ее простоте в ней столько много глубины причем самое интересное мне нравится с ней работать эта колода с которой я работаю особенно на блицах я работаю только с ней она почему-то она очень хорошо разговаривает но когда я вижу какие-нибудь расклады у коллег с этой колодой мне почему-то это не нравится не знаю то есть вот как-то знаете визуально хочется какие-то другие колоды такие красивые все такое но чтобы это было эстетично не потому что в этой колоде нету эстетики на к это простенькая понимаете примитивная она настолько рабочие вот у меня это все время удивляет так ладно пожелала хорошего вам настроения напоминаю что а может быть вы даже еще и не знаете я наверное еще не выложила анонс по поводу эфира до 5 числа у нас будет эфир это по-моему будет четверг если я не ошибаюсь в разделе сообщества я обязательно напишу анонс что как во сколько вы можете под анонсом оставлять свои вопросы желательно было бы потому что знаете вот эфир он полезны чем когда люди приходят и получают ответы на свои какие-то вопросы прошлый раз я не проводила в сентябре эфир как раз и по той причине что знаете когда люди приходят и говорят а я не знаю что я хочу вот по я вообще ничего не хочу просто вы говорите я буду вас слушать это конечно понятно ну то есть есть чисто чё по-человечески и я понимаю такую позицию но с точки зрения профессионала мне сложно потому что я не знаю что интересно вам я не знаю что вы хотели бы услышать от меня на какие-то ответы на вопросы причем не надо придумать что-то такое сверхъестественное все смотрите расклады в раскладах есть какие-то моменты которые вам что-то непонятно что-то хотите узнать вот почему вот такое такая интерпретация либо вот в этом аркане например вот это вот откуда вы берете там я не знаю либо какой смысл вложен в этом ну то есть можно брать из раскладов особенно если вы подписаны на мой телеграм-канал и чат который представлен к присоединен к каналу там тоже очень много материала я даю мы с вами общаемся разговариваем и вас и оттуда могут появиться какие-то вопросы то есть вот эфир это возможность голосом не рассказать то что мне очень сложно написать потому что есть какие-то вещи с одной стороны возможно я не мастер поэтому я не могу простыми словами в двух предложениях объяснить там какой-нибудь сути мне надо обязательно использовать очень много слов вот возможно отсутствие лаконичности да это показатель моего уровня развития которому к чему мне нужно стремиться вот но мне проще голосом объяснить какие-то достаточно может быть сложные понятия да вот я например часто говорю в раскладах про время до момент здесь и сейчас и ну многие вы это слышите я говорю что нету линейного времени на тонком плане и как знаете иногда как бывает вот мы слышим и звук вот этот он нам знаком но смысла мы не задумываемся над этими смыслами им кажется ну окей нету времени нету времени все и мы не задумываемся ну и ладно вот но есть в квантовой физике понятие времени и объяснение ему да и вот если бы у вас возникали вопросы я смогла вам объяснить почему да вот мы считаем считываем все в моменте здесь и сейчас почему вот это вот линейность она присуща причем не просто время мы говорим время и пространство это связано между собой да то есть вот такие вопросы можно задавать было бы интересно конечно же но желательно чтобы у вас тоже была какая-то база чтобы тоже что-то прочитали что-то где-то поинтересовались чтобы не просто пришли вот и и расскажи нам да то есть интересно когда есть диалог интересно когда есть включенность людей когда присутствует вообще пассивность очень сложно разговаривать с человеком которому вообще ничего не нужно очень сложно что-то говорить объяснять либо делиться когда человек наполнен то есть у него нету места для чего-то нового в его жизни и поэтому вот эти вот стеклянные безразличные глаза лично меня как человек они очень пугают да когда люди ходят вот стеклянными глазами им ничего не интересно и не их ничем не зацепить они ничем не радуются они просто живут и вот это очень страшно ладно не буду ходить философию в общем приходите на эфир вот в пятницу опять-таки каждую пятницу у нас анонс на блицы как-то я провожу по выходным заранее могу сказать что на этой неделе тема блицев будет в потоке я знаю что многие любят и и приходит всегда на поток приходит очень много заказ на блицы имейте ввиду вот и ну конечно же не забывайте про индивидуальные консультации последнее время я стала напоминать потому что меня попросили я как правило человек очень ленивый сама ничего не делали просто если мне на что-то укажут я это делаю вот приходите и на индивидуальные консультации где я могу давать больше информации о вас самих и разложить вам по полочкам то что вам непонятно так ну приступаем и так позиция номер один голубенький камешек все по его поставим так чтоб еще и видно было в камеру вот так тогда чего вам на самом деле единички не достает ой праздника какого-то знаете причем какой-то даже не праздник а стабильного позитивного состояния вашей жизни секунду здесь такое ощущение что я почему вам не хватает этого состояния она у вас есть до по четверке жезлов есть у вас этот позитив внутри он вам свойственен но такое ощущение что вот вас уже достали какие-то разногласия не особенно в диалоге с вами такое ощущение что постоянно вам кто-то что-то хочет навязать какую-то свою точку зрения какое-то свое мнение причем знаете одно дело когда высказываешь а другое дело когда навязываешь вот здесь как будто бы знаете ощущение того что вот сверху вас да вот как крышка на банки кто-то хочет от вас закрыть то есть вот встать на в позицию над и вы уже от этого состояния устали это внешне да когда вот есть вот это вот противостояние что-то вам доказываю что-то вам объясняю чему-то вас там мучат такое ощущение что вот прям я ощущаю боже как вы мне все не все достали доставьте меня в покое потому что именно вот это вот какая-то внешняя борьба претензиозность по отношению к вам она водит вас в ступор она возит вас в это состояние повешено когда вы уже говорите блин да я уже ничего не хочу знаете особенно бывает какой-то порыв что-то сделать что-то сказать и вот в надежде на то что это будет позитивный какой-то диалог вы поговорите конструктивно до обменяйтесь информации обогатитесь это ваше восприятие но приходят люди которые начинают вам у них другое понятие диалога и они начинают вам что-то свое там проталкивать пропихивать продавливать и в конечном итоге вы входите в ступор пока она повешена потому что вы приходите к тому что к такой мысли блин а нафига я вообще туда полезла вот объясните мне вот зачем я в это ввязалась ну вот хорошо же было сидела на своей пятой точке надо было мне это сделать надо было мне это сказать но вот этот вот порыв общение как-то вот что-то поделиться что-то рассказать вот это состояние радости она у вас присутствует но вам хочется еще чтобы стать вот когда есть счастье до в одиночку она не столь как сказать не настолько вкусно когда счастье с кем-то разделяешь когда тебе хорошо и другому человеку тоже хорошо и вот ты смотришь на эти как на отражение как зеркале как на свой некий такой идол до идеал ты смотришь в это в отражении в этот в это зеркало и видя счастье в глазах другого человека ты понимаешь свое собственное счастье и от этого тебе становится еще лучше поэтому с без людей жить на самом деле достаточно сложно потому что без зеркала нам сложно понять увидеть себя со стороны нам сложно понять где у нас там руки ноги как как мы выглядим где у нас нос у нас есть предположение ну-ка пока мы не увидим это перед собой нам сложно дать четкое определение где конкретно находится наш нос какого цвета наши глаза и так далее опять же таки это все метафора надеюсь вы это понимаете и вот здесь речь идет о том что в идеале вот вообще по состоянию по четверке жезлов вот вам ничего не нужно у вас как будто бы и так все хорошо вас все удовлетворяет но иногда когда у вас есть вот этот порыв причем порыв и состояние счастья вот действительно когда вам хорошо когда у вас праздник на душе и вы так хотите поделиться причем знаете поделиться не в контексте того чтобы рассказать о своем каком-то празднике души как вам хорошо а вы хотите вообще просто как поговорить с человеком это даже может быть на какие-то темы которые интересуют его да это может быть темы связаны с ним не с вами но вот это вот порыв из изобилия поделиться он у вас есть но когда вы начинаете фонтанировать вот эта энергия на самом деле не так много потому что это все-таки четверка да и до завершения масти и еще даже не половина получается так что человек с которым вы разговариваете выдающий а он берущий вот к сожалению не происходит обмена и поэтому пока по окончанию диалога вы получаете опустошенными потому что вы отдали и так не столь много энергии сколько у вас было а человек подпитался а вы замену ничего не получили и поэтому у вас такие ощущения поэтому вам не хватает на самом деле какого-то вы знаете праздника души но и чтобы этот праздник души он был на постоянной основе по четверке да стабильно возможно какие-то правила поведения для себя придумать которых вот вам было бы хорошо в которых вы не теряли бы энергию либо я не знаю вот какие-то праздники не хватает каких-то праздников да вот опять же таки не в контексте застолья а в контексте возможно какого-то предвкушения с вам состоянии проще говоря не хватает вам не хватает какой-то движухи причем вот это вы знаете обмен ты мне я себе это мне я тебе что-то мы там делаем куда-то сообща ходим что-то строим вот вот этой энергии вам не хватает на данном этапе причем это касается вашей профессиональной сферы либо это касается бытовой вашей жизни то есть это может быть если вы не работаете да какая-то вот обыденная ваша жизнь где не хватает движение такого вот позитивно-созидательного который бы вас удовлетворяя даже если это например касается профессиональной сферы то продукт либо люди клиенты с которым вы взаимодействуете вот как будто бы какая-то знаете вот вот я просто думаю до слова вот слова мизерия это на русском или на греческом я залипла наверное скорее всего по-гречески по русски по-другому будет звучать такое знаете состояние вот какой-то вот нищеты да не 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 интереса как будто бы не знаю не то что люди как-то страдают а вот они сфокусированы на каких-то мелочах причем почему я говорю мелочах то есть это люди не то что думает о чем-то там глобально масштабно а вот какие-то мелочи здесь затронуты детали которые вот знаете как из пальца высосаны то есть может вот этого может быть и не быть то есть хочется все время сказать зачем ты об этом думаешь но это не не стоит не стоит того чтобы ты вот свое драгоценное время жизни тратил на это и если это касается профессиональной сферы то вот вы сталкиваетесь с этими состояниями и раньше вот у вас как будто бы был вот этот вот порыв из четверки жезла как-то помочь поддержать замотивировать другого человека а сейчас вы как будто бы знаете устали почему потому что неважно сколько бы вы вкладывали энергии вы приходите к к пониманию того что ничего не поменяется ну вот ничего не поменяется с другой стороны сказать что все равно хочется что-то сделать но здесь как будто бы нужно изменить какой-то подход почему потому что здесь еще знаете как вы отдаете себя полностью вот в чем причина надо как-то дозированно что ли делиться собой да королева пендакли видите надо озаботиться не забывать заботиться о себе вот в чем понимаете вы я не могу сказать что здесь прям вот альтруист на сто процентов но здесь человек у которого как какая-то своя определенная система ценности которые не совсем вписывается в те ценности которые сейчас транслируется в мире может быть где-то какая-то старомодные старомодные какие-то понятия как принято сейчас говорит там о доброте и о человечности о заботе да как-то сопереживание подать руку упадшему вот какие-то такие понятия и но они как будто бы сейчас не то что утратили свою актуальность а у меня понимаете у меня идет какая-то двоякая такая картинка с одной стороны сказать что вот не обращая на это внимание вписываясь и время где все какие-то безразличные куда-то бегут что-то делают каждый думает о себе я не могу такого сказать почему потому что у каждого вот как будто бы своя задача есть на этом свете светить свои как лампочка светить свой свет излучать свой свет если вам сказать не делай то из чего вы созданы то есть не светит просто потому что там я не знает твой свет он желтый а не белый как привыкли то сейчас допустим это будет уже не совсем уместно потому что если этот свет есть он какую-то цель задачу свою выполняет но с другой стороны вот как будто бы этот свет он не уместен вот я не знаю как это вот объяснить вам двоякость вроде бы надо и свою какую-то задачу выполнять с другой стороны востребованности этой задачи какой-то нет вот как быть вот здесь какая-то такая дилемма вы как будто бы не можете для себя определиться то есть идти против себя и по течению с другими людьми либо идти по своему какому-то пути ну тогда вы идете против течения других людей и они тогда как средство у вас нету клиентов да если допустим например связано с какими-то услугами вот какая-то здесь такая дуальность на присутствует и вам вот не хватает вот этого понимания а так в принципе не хватает какой-то заботы по отношению к себе здесь все хорошо с границами здесь более-менее нормально с собственной ценностью вы уже научились понимать свою собственную цены что вы значите более как-то вот заботливо к себе относиться но все равно вот что-то вам не хватает в контексте заботы с мечей а вы как будто вы не понимаете что нужно еще излечить не совсем понимаете как излечить свои эмоции то есть возможно есть какие-то эмоции здесь на которые вас раскачивают еще старые ваши сценарии и они как будто бы выводят вас из вашего равновесия то есть вроде бы все хорошо но вы как будто бы не можете прийти к равновесию да вот к этому балансу то что я сказала изначально то есть вроде бы все хорошо потом пообщался с другим человеком и хоп опять опустошился вот нету гармонии вы не нашли еще ту золотую середину который вам было бы комфортно и людям было бы комфортно то есть вы как будто бы максимализм максималисты либо все либо ничего да что-то новое здесь необходимо что-то новое необходимо привнести здесь как будто бы нужно немножко быть осторожным и поберечь свое сердечко вот беречь как-то вот это вот забота и бережность именно по отношению к своим чувствам вот в чем фишка вот это какой-то новый такой этап в вашей жизни а почему должны беречь свои чувства ну здесь как будто бы надо поставить точку над своими страхами либо потому что вот вот эти эмоции да они может какая-то вот тревожность беспокойство чувство вины либо где-то накручивание до себя она доводит вас до предела она у вас опустошает то есть скорее всего здесь не нужно доводить себя до этой тройки мечей а нужно останавливать сразу у себя вот в тузе мечей приняли какое-то решение все знаете какую-то дистанцию что ли держать какая-то холоднокровность должна быть почему потому что если вы доходите до тройки мечи то потом придется и к десятке здесь у вас скучается эмоции вы начинаете там переживать тревожиться и вы опустошаетесь вы это как крантик знаете открыл крантика вода течет все и пока вы его не перекроете вода не остановится а у вас как будто бы вот вы открыли крантик потом кран сломался и вы не можете остановить это до тех пор пока вот вся вода не выльется какая-то здесь такая метафора идет здесь проблемы в принципе они связаны с эмоциональным планом что вам не хватает вам не хватает понимание да вам не хватает информации по поводу того как жить именно в в умеренности не в том чтобы сдерживать свои эмоции а в том чтобы найти какую-то золотую середину в этих эмоциях да чтобы научиться их понимать и проживать так как нужно потому что вот тот путь тут путь который проходит единички да в принципе путь познания себя такой достаточно глубокий он как раз таки и говорит о том что чистый ум он приходит тогда когда нету тумана в голове туман голове приходит к нам от наших эмоций то есть наши эмоции они как пелена на на солнышке да это как тучки которые закрывают солнце это вот пелена наших эмоций и переживаний вам нужно научиться управлять своими эмоциями своими состояниями для того чтобы они не закрывали не замутняли ваш чистый разум для того чтобы вы могли дальше двигаться в свое развитие вот поэтому нам здесь и показывают что вам вот этого не хватает начали мы вот именно с каких-то конкретных физических действий ну то есть как так как проходит сейчас у нас в жизни так это у нас с вами была первая позиция две секунды соберу карты вы подумаете я благодарю всех кто пишет комментарии ставит лайки эти лайки эти комментарии так позиция номер два двоечки смотрим вас да что вам на самом деле не достает что вам не достает дьявол что вам не достает дьявол вам не достает какого-то движения знаете вот причем не просто движение а удовлетворение от того что у вас что-то получилось то есть вам не хватает состояния победителя я молодец я на коне я реализовала все свои желания я получаю удовлетворение того что у меня все получается все о чем я думаю случается так как мне нужно вот какого-то такого знаете позитивного нас трое уверенности вот этого вот вам не хватает почему потому что здесь есть дьявол который долгое время вас удерживает от этого состояния то есть как будто бы долгое время вы не чувствовали себя на коне в чем именно вас держит дьявол но не дает вам двигаться дальше он не дает вам двигаться дальше у вас держит в узах прошлого до каких-то воспоминаний нет возможности как будто бы уйти от этого так за что он цепляет о вас ясное дело что есть какие-то ограничения убеждения за что что конкретно он вас цепляет какой-то эмоциональный комфорт за какие-то эмоции да как будто бы здесь такое ощущение что он говорит вам о том что она вам нужно то есть вы как будто бы хотите отчищать ощутить себя на коне да я молодец делал он говорит а тебе это нужно ну что тебе даст это ну окей хочешь двигаться вперед ну двигайся ради бога зачем тебе вот это вот состояние то я молодец у меня все получится ну это хорошо же все зачем четверка кубков ну хорошо же у нас смотри у нас есть три кубка зачем тебе вот этот вот четвертый да ну какой-то вот там геморрой что-то там придумываешь себе как куда-то идти какие-то предложения желания какие-то нужны они тебе на что еще он вас цепляет за бездействие видите четверку мечей тебе ничего не в багдаде все спокойно и над никуда двигаться все хорошо у нас уже все есть мы находимся в достатке успокойся 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 не тревожь ты вот стабильность до стопильность какая у давай укреплять свои позиции не надо нам никаких расширений вот за это воздержит то есть возможно вы хотите какого-то движения обновления да вот это вот чувство движухи все и все кипит все спорится в руках я уже хочу хочу этого делом и говорит а зачем зачем вот все хорошо у тебя уже все есть видите у вас я не уже все есть моменте здесь и сейчас просто продолжаем делать то что мы делаем нам ничего нового не нужно цепляет вас за какие-то ваши страхи и по поводу будущего через внутреннюю какую-то вашу борьбу причем эта борьба знаете она цепляет какую-то вашу тонкую струну души где говорит о том что вот здесь видите тоже победите да пятерка мечей говорит о том что победа любой ценой на одержим то есть любой ценой неважно что допустим вот эти вот два товарища предположительно друзья и выиграв бои да ты как будто бы можешь потерять своих каких-то друзей то есть ты обязательно выиграешь но что-то ты потеряешь стоит ли эта игра свеч потому что вот то что потеряешь намного ценнее чем то что ты будешь иметь но вот эту какая-то одержимость на что-то доказать кому-то показать что я лучше да какое-то свое превосходство оно ни к чему хорошему не приведет и здесь по марсу идет какая-то такая знаете энергия разрушительная некой двойственности что ли вообще связана ваша двойственность на двойственность связана с двойку кубков а гармония гармония рыцарь мечей да гармония здесь как будто вы знаете идет какое-то идет какая-то подмена понятий вот что значит для вас гармония то есть такое ощущение что когда-то гармоничен ты спокойно значит себе ничего не нужно но это не так то есть гармония она не имеет отношения к бездействию ты можешь быть гармоничным активным ты может быть гармоничным и пассивным и то и другое то есть одно другому не мешает но здесь вот как будто бы какая-то подмена понятия идет который не дает вам возможности определиться с выбором вот я на вас за это и цепляет у тебя и так все хорошо понимаете и поэтому вы задумываетесь над вопросом о том что а нужно ли мне это действительно вот то желание ту цель которую я себе ставлю вот нужна ли она вроде бы внутри вы чувствуете что нужно поэтому я говорю какая-то дуальность присутствует а внешне вы понимаете что ну и так типа хорошо и так типа хорошо ну хорошо было бы чтобы был какой-то шанс вот но если его не будет тоже как-то неплохо здесь точно какое-то понятие подмена понятия в контексте вот именно спокойствие безопасности гармонии и это как-то привязано к остановке может быть вы себе говорите какие-нибудь убеждения по поводу того что если я не буду никуда двигаться значит со мной ничего плохого не произойдет к примеру то есть как только я начинаю что-то делать я нахожу себе проблемы на голову лучше я никак не буду действовать проявляться тогда умнее проблем не будет вот к в таком контексте с вами разговаривать дьяволу и дает вам вот эту вот иллюзию но внутри вы понимаете что вам необходимо движение почему для чего вам это движение нужно что вы тут понимаете ну потому что в этом заключается смысл жизни дату жезлов в этом есть и понятие движения развития то есть если я никуда не двигаюсь я не развиваюсь вот аркан колесницы мне необходимо есть потребность в движении так а как бы это так спросить ну понятно что дьявол вас останавливает от действия и цепляет вас за то что вот все у вас хорошо все нормально ничего не нужно нас все устраивает эмоционально такое ощущение что что-то я хочу спросить и я не знаю поэтому я не буду задавать вопрос я просто выложу карты потому что такое ощущение что здесь какой-то очень важный вопрос надо задать я я я не знаю что это за вопрос но в общем вот про то что вопрос на что здесь развитие так тройка жезлов развития но вот рыцарь жезлов тоже горит продвижение про развитие двигаться вперед по жезлов до включиться в какой-то процесс не обращать внимание на неуверенность какую-то начать начать какой-то новый путь вот еще один паж на тоже начинание для того чтобы прийти к девятки пендакли в общем смысл здесь такое что неважно что вам говорит дьявол вам не хватает движения все неважно это какой сфере не важно касательно чего здесь вам нужно двигаться а к чему нужно двигаться вот какой энергии надо двигаться к энергии того что мы сообща строим что-то что-то новое строим что именно императрицу мы себя строим и мы сможем построить себя только тогда когда мы начнем двигаться то есть через зеркало то что я говорила через отражение себя в других людях вы сможете понять свою уникальность по девятки педакли и прийти к императрице не сами по себе а именно через взаимодействие с другими людьми потому что только так вы сможете понять как проявляется ваш характер какие качества что вы умеете через диалог через беседу через понимание других людей их мотивы через терпение то есть разные качества у нас появляются тогда когда мы начинаем вербально общаться с другими людьми и только потому что когда мы сами по себе девятки пендакли нас все устраивает видите когда вы закрываетесь у вас есть и пендакли у вас есть и знания у вас есть и красота и все хорошо и прекрасно но в этом нету развития то есть чисто для себя да вы хорошо себя ощущаете но с точки зрения понимания себя нужна обратная связь и поэтому вот здесь вам необходима это обратная связь и вот других людей причем это люди абсолютно разные заметьте здесь находится мастер здесь находится ирафан на как монах с этой шапочкой над головой как а там вот не шапочка но обриты они так и вот и шут то есть это и на деле шут себя она показывает это наш тонкий план до оттуда откуда мы черпаем какие-то идеи монах здесь нам указывает на какие-то духовные знания возможно на то есть здесь на знание на веру и непосредственно на действия которые нужно совершать то есть сообща даже если это не люди все равно нужно в себе вот это вот три единства иметь то есть то есть это должно быть на всех уровнях да и ментально и астрально и на физически это вы должны себя знать и себя как-то проявлять как-то так не знаю наверное я запутанно сегодня сказала ну по крайней мере для меня запутанно потому что то к чему мы пришли в чатике в телеграме то что если ты проводник не всегда получается понимать то что ты говоришь но те кто получает информацию они точно понимают о чем идет речь вот это был второй вторая позиция и мы приходим к позиции номер три троечка тройки что вам не достает на самом деле десятки кубков радость праздник эмоций каких-то вам не хватает знаете как подтверждение какой-то вашей правоты что ли подтверждение вашей истины что вот да 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 какого-то ликование здесь ликование понимания того что я я получила как и получил какие-то первые результаты от того во что верил во что я вкладывался здесь не просто радость там счастье а именно как первый результат от чего-то во что я поверил во что я вложился и вот я получил какие-то там не знаю бонусы профиты что такое полезные какие-то подарки потому что сейчас как будто бы вам не не совсем понятно вот то во что вы верите то дело в которое вы вкладываетесь даст она ли вам того результата на который вы рассчитываете потому что здесь есть вот какое-то недопонимание какая-то тайна что-то скрыто что именно скрыто то что разрушается в данном этапе на данном этапе прежде чем посеять новое какое-то зерно нужно что-то разрушить что здесь нужно разрушить какую-то опору какую-то базу какую-то систему то на что вы и плагались на какую-то систему свои ценности на которые вы полагались для того чтобы что-то новое пришло то есть у вас есть какая-то свои система убеждений и ценностей и она должна разрушиться либо то что сейчас происходит и вы не видите вы не видите как вы меняетесь трансформируйтесь как что-то разрушается внутри вас для того чтобы что-то новое пришло в вашу жизнь то есть для того чтобы пришла вот эта вот тройка кубков и аркан солнышко до нужно как будто бы что-то зачистить что-то изменить своей жизни что-то разрушить разрушить какую-то систему что это за системы отшельник мячей система которая основывается на каких-то индивидуальных поисках что ли то есть вы как будто вы не опираетесь на факты внешний а вы опираетесь на свой какой-то собственный опыт как-то так здесь эта система из прошлого вот то что вы когда-то чего-то достигли и вы за это держитесь здесь как будто вы знаете не желание человека что-то в себе изменить вы знаете почему потому что вот вы как будто бы уверены вот свои вот эта вот правоте и индивидуальности что вы у вас есть какой-то внутренний стержень да и это вот все правильно это все верно и я не хочу ничего рушить потому что я считаю что вот все что есть вам не это правильно вот так как я действую это правильно так как я мыслю это правильно знаете люди у которых есть четкое понимание того что они хотят жизни вообще кто они такие вот два и такие люди которые вот все в принципе себя знают понимают и у них есть четко какая-то такая стратегия позиция с такими людьми очень сложно общаться почему потому что у них нету гибкости они никогда не пойдут на компромисс если им это невыгодно они никогда не будут уступать вам в чем-то потому что ну если не посчитают что им это нужно да то есть вот такой человек как будто вы знаете вот надломить его невозможно и с такими людьми сложно надо все время как-то особенно если вы не ориентируясь на логику и стратегию а больше ориентируетесь на эмоции предположим да что вы женщина то что женщинам больше свойственная эмоциональность хотя это не факт но вот стереотипно это так этот человек он не будет как будто бы прислушиваться к мнению женщины почему потому что особенно если она говорит нам не надо сегодня туда идти и отвечая на вопрос если он вам задает вопрос но если это мужчина задает вопрос почему вы говорите но я так просто чувствую интуиция здесь возникает такая знаете надменная улыбка хладнокровная типа но нам хороший аргумент я все равно пойду и даже если это будет ошибочный шаг он все равно пойдет и никогда не признается что надо было послушать там вашу интуицию потому что здесь вот присутствует какая-то знаете с одной стороны надменность в контексте того что я знаю как вот это моя жизнь и я знаю как лучше да вот какая-то такая позиция здесь я не могу сказать что она какая-то негативная либо позитивная ну вот во всем есть свои плюсы и минусы да но здесь присутствует вот какая-то знаете энергия категоричности она меня немножко напрягает . категоричность то что но вот иногда можно было прислушаться да я не знаю к маленькому ребенку либо прислушаться к ну к к нетрезвому человеку да то есть иногда эти люди гласят ими их устами гласят какие-то истины да очень глубокие но вот здесь идет презрение в лице наших персонажей которые вот мы сами с усами мы сами все знаем и вот это вот как будто бы здесь показано то что это нужно разрушить почему потому что смотрите король мечей до интеллектуал человек стратег который все думает плюс ко всему и отшельник который все пропускает через себя этот опыт опять же таки в негативе знает что только я самый лучший только я знаю истину я вот король мечей это вообще прям такой уровень бога на в контексте ментального до плана и поскольку он такой умный он позволяет себе больше чем другие люди да то есть я могу где-то иронизировать это сейчас минусовые качества я говорю где-то я могу иронизировать я могу над смеиваться над людьми потому что но я-то умнее да я могу вами манипулировать управлять я могу вам показывать где-то ваши слабости знаете вот какая-то вот надменность она все равно присутствует и говорится о том что вот вот эти вот качества их нужно разрушать то есть здесь никто не говорит и не обесценивает уровень и вашего интеллекта до чтобы действительно мудрые чтобы действительно что-то знаете но то как вы это преподносите да то есть поведение а ну ведь играя здесь против вас вы можете так и не считать вот но здесь четверка пентакли когда-то вот эта стратегия она работала а сейчас по башне да она говорит о том что это уже не работает и это надо изменить король кубков указывает на прошлое на время он не показывает здесь мне качество он указывает на время что вот когда-то в прошлом вот это вот модель поведения до устойчивая в некой такой надменности она работала сейчас работают другие законы сейчас работает другая модель поведения и ее нужно сменить если а на что нужно сменить рыцарь кубка знаете больше на какую-то душевность что ли на теплоту на опять-таки держать дистанцию никто не говорит что вот прям надо сразу превратиться какой такой знаете дужку человек милашку человека которого все любят нет но знаете у рыцаря кубков у него ведь тоже он такой хитро сделанный да унесет кубок но ведь он выбирает кому этот кубок дать да кому эти чувства подарить то есть я не буду дарить всем опять же таки у него тоже есть какой-то внутри критерий по которым он определяет кому этот кубок дать а кому не дать и вот кого любить а кого не любить тоже такой товарищ еще поэтому я могу сказать что ваше качество на то есть вы не 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 меняйте полностью свой характер но какие-то моменты нужно смягчать здесь здесь про это да нужно смягчать и может быть может быть то есть смягчать для чего для того чтобы получить то что вы хотите то есть как-то знаете выбирать стратегию договоренности не какой-то категоричности а все же стараться договариваться с людьми не прогибать их и не манипулировать а как-то стараться договариваться а вообще вопрос у нас какой был то в потоке забыла вопрос был дан чего вам на самом деле не достает давайте еще раз посмотрим то есть не достает вообще поменять этот какие-то момент своего характера что вам это даст если вы поменяете туз кубка во первых будет прилив энергии во вторых будет больше удовольствия будете получать больше удовольствия больше наслаждения как раз его ту десятку кубков что вы хотели в самом начале до получать вы получите это это поможет вам двигаться дальше это придаст вам как разки больше уверенности независимости то есть вы в принципе ничего не теряете за исключением что там выпадали короля здесь вышла королева да то есть на градус снизите свою проявленность мужского такого характера да то есть больше больше интровертности меньше экстравертности над медности вот вот таких вот качеств просто смягчитесь и вы получите как раз это что вы хотите вот как то так такая у меня была для вас третья позиция всех благодарю за внимание хочу пожелать вам отличной недели напоминаю что на этой неделе четверг у нас будет эфир в пятницу будет анонс про блиц и где у нас будет плиц про на тему в потоке ну и конечно же кто хочет прийти на индивидуальную консультацию добро пожаловать все контакты есть под роликом по ссылке мои услуги а я с вами со всеми прощаюсь всем пока пока